В российской мини-футбольной суперлиге определились все четыре полуфиналиста. Синара из Екатеринбурга в четвертьфинальной серии обыграла столичный КПРФ. В решающем матче борьба на площадке шла нешуточная. Уже в дебюте Лин вывел москвичей вперед. А уже на 20-й минуте испанец оформил дубль. Однако в концовке первого тайма уральцы сократили отставание в счете. Во второй половине КПРФ вновь вернул комфортное преимущество, но удержать его в итоге не смог. Сначала Бастриков отквитал один мяч, а за 20 секунд до конца Агапов перевел игру в овертайм. Дополнительное время победителя не выявило, а в серии пенальти удачливее была Синара, которая в полуфинале сыграет с «Газпром-югрой». Клубца большая задача. Хочется уже завоевать медали какие-то. С большей помощью мы прошли в полуфинал. Впечатление? У нас были запасы по победам. Даже если бы по пенальтику проиграли, у нас еще был вчера день, то есть завтра день. И я думаю, мы бы все равно довели бы до победы серию. В другом четвертьфинале встречались Политех и Тюмень. В третьем матче серии все самые интересные события разворачивались во втором тайме. Гости из Сибири открыли счет на 31-й минуте. Отличился Батарев. Но дальний удар Радмира Шарипова вновь вернул интригу. Впрочем, Тюмень была в этот день более настойчива, забив два мяча в концовке игры. В итоге 3-1 в матче и 3-0 в серии. За выход в финал Тюмень поспорит с новосибирским сибиряком. Команде соперника спасибо за оказыванное сопротивление. И мы прекрасно понимали, что сегодня будет сюда. Мы приезжали, что будет очень тяжело. Поздравляю наших ребят с победой, наших болельщиков с выходом. Идем дальше. Одну, вторую.